Собственная квартира или дом? Сколько семей мечтают об этом? Решить жилищный вопрос вам поможет кредитно-потребительский кооператив. Кредитный союз ВКБ «Кредит» предоставляет ипотечные займы на выгодных условиях с возможностью погашения средствами материнского капитала. Наш адрес – город Жердевка, улица Советская, дом 36, телефон 521-93. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите телевидение «Новый век Жердевка». Вчера главы сельских советов и города собрались в Малом зале администрации района, где обсудили с главой администрации района два вопроса. Подробности в сюжете. Первый вопрос – реализация проекта «Народная инициатива-2017». На данный момент во всех сельсоветах проведены сходы граждан и определены первоочередные цели, на которые жители хотят потратить средства, выделенные по программе «Народная инициатива». Они, родители, сами ходили, подписывали эти листы, все как положено, я им... Созвольте, вы звоните? Да, работайте. И потом установка, там я с ним созвонился, они говорят, 25% от общей суммы идут. Я им предложил вариант. 25% вы сами ставите, все как положено, как следует, цемент я там куплю. А эти линии еще дополнительно ставят. Большинство селян, во первую очередь, пожелали улучшить работу системы водоснабжения, для чего необходимо закупить водяные насосы. Так решили в Бурнакском, Володарском, Туголуковском, Тимьяновском сельсоветах. Во многих селах не хватает обустроенных детских площадок. Установка оборудования для детского отдыха займутся в Печаевском, Преображеновском, Сукмановском сельсоветах. На благоустройство кладбища планируют потратить часть средств народной инициативы в Бурнаке и Туголуково. В Димьяновском, Алексеевском, Вязовском сельсоветах решено благоустроить зоны отдыха. А в Жердевке, благодаря проекту «Народная инициатива», должен появиться тротуар на улице Первомайской. Со вторым вопросом к главам сельсоветов обратился заместитель главы администрации района Сергей Саблин. Он коснулся проведения восьмой ежегодной спартакиады, приуроченной ко дню физкультурника, который отмечается во вторую субботу августа. Теперь, когда цели использования средств программы «Народная инициатива» определены, остается оформить документацию и приступить к воплощению замыслов в жизнь. Фестиваль фольклора и народных промыслов «Вишневый сад» прошел в Уварово в июле. В нем принял участие и наш район. Главная цель праздника – вспомнить русские традиции. Марафон выступлений творческих коллективов продолжался весь вечер. Песни, танцы, народные инструменты, фольклорный театр – все это могли увидеть зрители фестиваля. Праздник «Вишневый сад» проходил в Уварово во второй раз. В МФЦ города Жердевки можно получить полторы сотни различных услуг, перечень которых с каждым годом все расширяется. Сегодня сюда приходят для замены водительского удостоверения или паспорта гражданина Российской Федерации, чтобы встать на очереди в детский сад, либо оформить земельный участок. Ежегодно в перечень услуг МФЦ добавляются от 10 до 13 наименований. Так, например, с этого года жердевцам больше не нужно ехать в Тамбов для обмена водительского удостоверения. С 1 февраля текущего года мы начали принимать услуги по замену прав водительского удостоверения. Устроена очень удобная цепочка. Приезжает курьер с Тамбова, забирает принятые пакеты документов, мы их отправляем, и в течение недели они привозят их назад. То есть человек в течение 10 дней получает новые водительские удостоверения. Всего же в жердевском МФЦ оказывают 155 различных услуг. Это 49 федеральных, 35 региональных, 41 муниципальная и 30 прочих услуг. Наибольшим спросом пользуются социальные услуги. Специалисты МФЦ помогут и зарегистрироваться на портале госуслуг. Популярную населению услуги МВД, замена российского паспорта, оформление заграничных паспортов. Очередь здесь значительно короче, чем в миграционной службе. МФЦ решил и проблему очередности в регпалате. Услуги Росреестра здесь одни из самых востребованных. За ними в этом году уже обратились 7 тысяч человек. Наталья, какой услугой сегодня вы пользуетесь в МФЦ? Оформление имущества. Мне очень понравилось. Тихо, спокойно, учтивый персонал очень. Мне очень понравилось. Регистрация, договор аренды. Земельный участок. Хорошо. В принципе, я удовлетворен. В нашем районе работают и 6 территориальных обособленных подразделений МФЦ в селах. Это в Алексеевском, Бурнакском, Сукмановском, Тугалуковском и Шпикуловском сельсоветах. Активнее других пользуются возможностью удаленного доступа к услугам шпикуловцы. А с 1 августа планируется открыть еще одно подразделение в Вязовском сельсовете. Есть и услуга «Выезд на дом». К незащищенным категориям людей у нас есть возможность выехать на дом, чтобы человек получил государственную либо муниципальную услугу. Администрация Жердевского района предоставляет транспортное средство. И в случае необходимости или поступит заявка от человека, мы выезжаем на дом. Также мы принимаем документы и выдаем. За хорошую работу в прошлом году коллектив Жердевского многофункционального центра отмечен вторым местом в областном конкурсе «Лучшие МФЦ». В завершении выпуска о погоде. Завтра ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура днем плюс 32 градуса, ночью плюс 22. На этом я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Собственная квартира или дом. Сколько семей мечтают об этом? Решить жилищный вопрос вам поможет кредитно-потребительский кооператив. Кредитный союз ВКБ «Кредит» предоставляет ипотечные займы на выгодных условиях с возможностью погашения средствами материнского капитала. Наш адрес – город Жердевка, улица Советская, дом 36, телефон 521-93. Шаурму. Уверены? Да. Спокойно! Спокойно! Слушай, ну извини, но ты, пожалуйста, не обижайся. Я понимаю напряженная ситуация, но мне очень в москву надо. Не исключено, что именно тяга красивой жизни и желание перебраться из электролюблей в столицу и толкнула начинающую фотомодель на ограбление. Человечески ее жалко, конечно. 27 лет, да. Вляпалась девочка конкретно. Был же у тебя какой-то план. Деньги непременно нужно гарантичить. Это какая-то тупость уже началась. Ну я понял. Раз, два, три, начали! Следство установило, что ты дура. Черт. У тебя нет еще одной резиночки? Телка в бегах, деньги не сьи. Проснитесь, сердце не затрудняйтесь. Ой, мамочки. Стой. Дуры. Самое опасное животное на планете. Я тебя сейчас за душу. А я вас узнал. Такое с каждым может случиться. Ты как-то все упрощаешь сейчас. Я упрощаю. Спасибо тебе. Если бы не ты, я вообще не знаю даже что. Такого мне еще никто не говорил. Ну я понял. А деньги? А с деньгами смешная история вышла. А, простите, вы себя в зеркало давно видели? Голубь. Как я рада с тобой познакомиться, Петь. Полина. Петя. Ты уверена, что хочешь с нами? Пока не поздно. Здравствуйте. Не подскажете, как нам к Затону проехать? Зачем? Да у нас там судно стоит. А мы с река заблудились. Вы подальше от воды держались. Затон наш покойников. Вы не боитесь? Почему вы нам не сказали, что дети сгодились? Здесь был пожал. Мы все-все в прямом. У нас девушка пропала. Мы ее ищем. Ты посмотри, какие у тебя глаза. Какие? Как у Вениска. Кто здесь? Бесы. Это не она. Это ведьма. Привет. Плыви ко мне. Я тебя жду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.